Девушки отдыхают 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 Ваше Величество. Доброе утро, Бертран. Не ожидал вас увидеть в выходной день. Плохие новости, Ваше Величество. Благодарю. В ближайшее время Франция потребует от нас полного погашения кредитов. Это невозможно. Они это сделают, Ваше Величество. Это противоречит договору. Но ни договор между нашими странами, ни общепринятые международные правила их не остановят. Ведь пока Франция теряла только деньги из-за того, что их предприятия платили налоги в наших офшорах, они морщились, но терпели. Что изменилось? Общественное мнение. Французские граждане требуют, чтобы мы вернули кредит. Нет, Ваше Величество. Они требуют, чтобы во Франции были такие же социальные стандарты, как и в нашем королевстве Сент-Люмьер. Ну, то бишь, бесплатное образование, медицина, пятичасовый рабочий день, пенсии в 50 лет. Единоразовая выплата кредита невозможна, и французы это прекрасно знают. Они потребуют денег, а потом предложат компромисс. Отмену всех привилений, подданных Вашему Величеству. Вот тут для Вас все и закончится. Я выстраивал эту систему всю свою жизнь. Я тратил деньги на развитие государства, а не на роскошь. И Ваши подданные ценят это. Но в самом начале было допущено несколько ошибок, Главное из которых это получение кредитов. Я был молод. Я хотел все сразу. Какие у нас варианты? Боюсь, они Вам не понравятся. Петрон. Ну что ж, Вы знаете, что Ваш тесть, что Ваш будущий родственник готов инвестировать достаточно приличную сумму в наш бюджет. Но предупреждаю, взамен он обязательно потребует некоторые рычаги влияния. Решение финансовых проблем королевства. Прак Феликса? К сожалению, да. И это лишь отчасти. Извините, я не знала, что на сегодня назначены встречи. Непредвидимая. У нас неприятности. Позвольте откладиться. Вот. Полюбуйся. Только что выложили в сеть. Под названием «Все могут короли». Я требую, чтобы его похождением немедленно был положен конец. Принца пора сажать на цепь. Смешно? Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Будущему теству это может не понравиться. О чем тут тесть? Бедная девочка. Она наверняка места себе не находит после вот таких новостей. Видела? Привет от Женишка. Видела. И что? Молча проглотишь? Они там совсем офонарили. С этим Феликсом. За дураков нас держат. Пожалуйста, стойте ровно. Вы можете уколоться. Выйди. Я потом тебя позову. Слушай, Алисия. Я тебя не узнаю. Ну ладно, у меня шкурный интерес. Полцарства в придачу. А тебе зачем принц? Ты что, Золушка, что ли? Пап. Вот вся в мать. Это ее воспитание. Пап, ну при чем здесь мама? Просто миллиардеров сейчас как песка в пустыне. А принцесса будет одна. Знаешь кто? Кто? Пап. Дочка, да мне просто жалко тебя. Посмотри ты на этого Феликса. Ну он же идиот. Вот и прекрасно. Женится. Поумнеет. Я, значит, шагу без контроля вступить не могу. Ну, а Феликс по ночам через заборы к барышням лазит, да? Фло. Фло, по сути, права. Вот. Надо прекращать это безобразие. Всем доброе утро. И опаздывать ему тоже можно. Начали без меня? Молодцы. Все равно я не смог бы разделить с вами этот завтрак. Возникли неотложные дела в городе. Так что всем приятного аппетита. Увидимся за ужином. Нормально. А мне, значит, нельзя так делать. Ну, а что же вы промолчали, Ваше Величество? Благодарю за завтрак. Мне пора на вручение верительных грамот. Анри! Отец! Простите, что беспокою. Подданные принесли Вашему Величеству столько цветов. Все желают вам скорейшего выздоровления. Спасибо. Благодарю, Орлит. Итак, диагноз. Пока. Пока это похоже на болезнь Альцгеймера. Что меня ждет? Ваше Величество, это ведь пока предположение. Мы должны... Что меня ожидает? Нарушение речи. Нарушение навыков письма, чтения, потеря памяти, координации. Прекрасно. То есть я превращусь в растение? Ну что Вы, Ваше Величество, я ведь повторюсь, это предположение. Это не окончательное. Профессор. Скажите, когда-нибудь в Вашей практике были случаи, когда пациент с подобными симптомами возвращался к нормальной жизни? Спасибо. Ваше Величество, к Вам... Королеву. Королевский нотариус. О, как быстро. Составляют завещание. Быстро у нас в Королевстве распространяются новости. Проси, Ролин, проси. Ваше Величество, она нашлась. Марти, Вы успокойтесь. Может быть, вызвать врача? Нет. Никто не должен слышать то, что я скажу. Речь идет о неимоверной сумме. Вы уже читали сегодняшние новости? Да, к сожалению. Поведение моего сына может дорого обойтись к казне. Простите. Я Вас уверяю. Ваше Величество, простите, что я Вас перебиваю, но недавно нашелся портрет принцессы Ольги. Это замечательная новость. Действительно, портрет большой оценной для нашей семьи. Этот портрет, это ключ. Ключ к сокровищам принцессы Ольги. Я повторюсь, речь идет о неимоверной сумме. Сколько я Вас знаю, знаю я Вас с детства. Вы всегда твердили только одно, что сокровища – это чушь, и никаких алмазов не существует. Простите, Ваше Величество, но я был вынужден. Вы знаете, что картина пропала в конце позапрошлого века, а без нее невозможно найти алмаз. Если это действительно так, и сокровища существуют, оно может спасти наше королевство. А это дело моей жизни. Нет, я сам не смогу. Феликс, надо отправить Феликса. Да. Феликс. Да-да. Ты ведь тоже никогда не был в этой стране? Ну, говорят, здесь очень холодно. Вот и посмотрим. Добрый вечер, Ваше Высочество. Я представитель посольства Себастьян Бенье. Это мой помощник Рене. Как вы долетели? Ну, благодарю, превосходно. Мы вначале в отель или сразу в музей? Я думаю, что в музей мы сегодня точно не поедем. Как начать какую-нибудь развлекательную программу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне уже начинает нравиться эта страна. Рыбное место, не говори. Ваше Высочество? Шампанского и игры? Давай в этот раз какой-нибудь национальный местный колорит, а то шампанское уже тошнит, если честно. Ваше Высочество, ну, вы же знаете правила. Моя миссия вас, принца, от отравления... В общем, я должен... Да, Дидье, я знаю, но я не хочу, чтобы ты меня теснял своей пятой точкой, когда я захочу познакомиться с какой-нибудь красавицей. Например, вот с этой. На всякий случай напоминаю, мы в этой стране по делам. А я сейчас только о делах и думаю. Ну, если снять спросить, как их? О портрете моей про-пра-пра-пра-пра. Сколько там раз про бабушке, с которой мы приехали? А ты, значит, надеешься, что он вытатый рванует на ягодицы? Знаешь, я раньше никогда не понимал, почему мой предок привез из этой страны себе жену. Но если она была хоть немного похожа на эту, я его прекрасно помню. А ты в курсе, что она просто шпионит с тобой? У тебя мания преследования, мой друг. Ну, клатч, видеокамера. Или ты думаешь, зачем она так зад отставила? Тебя соблазнить? Ей просто нужно, чтобы камеру никто не заметил. Да ну. Точно так же поступила журналистка в Ницце, когда ты подкатывала к сестрам-близняшкам. А мне потом пришлось заминать этот скандал. Почему ты уверен, что это пришло шпионить именно за мной? Да потому что у тебя громкая репутация, Феликс. И я уверен, что эта пронера только и ждет, когда ты начнешь чудить. А она потом продаст свой бенефис какой-нибудь желтой французской прессе. Уверен? Уверен. Вот дрянь. Дрянь. Ну ничего, я попрошу Этьена, он с ней разберется. Этьен? Нет, не надо. Я сам с ней разберусь. И не надо за мной ходить. Че ты ходишь за мной? Зачем так, грубо? Просто отдайте мне видеокамеру и все. Обо всем догадался, да? Шаг назад. Спасибо, Этьен. Не думал, что у нее такие игрушки. Этьена, все в порядке. Мы разобрались. У нее вкладча видеокамера. Руки убери. Хорошо. Я осталась без доказательств. Но я все равно все доложу Ежому. Ваше высочество. Нам необходимо покинуть это место. Подождите, каких доказательств? Какой Ежов? Я ничего не успел сделать. Причем здесь ты? Вы же меня снимали? Я тебя не снимала. Я снимала двух уродов за вами. Ваше высочество. Причем здесь ваше высочество? Да выбери на свой пистолетик. Упс. Не увязочка. Ну вы уж простите нас. Приносим глотайшие извинения. Да пошли вы. Вот этот темперамент. Представляешь, что она творит в постели? На всякий случай напоминаю, что у тебя скоро спать. Обязательно было все портить? Обязательно. Ну иначе ты бы кинулся бы ее догонять, Феликс. Откуда у вас оружие? Дипломатическая неприкосновенность. Здравствуй, красавица. Па. С днем рождения, доченька. Спасибо. Ой, так устала. Пойду прилягу. А гости? Какие гости? Тетя пришла тебя поздравить. Ладно, я сейчас сюда веду. За именинницу. Да, Машенька. За тебя. Спасибо. Вика, ну, как вообще дела? В каком смысле? На работе. А, да, на работе все по-старому. Хотя, вы знаете, завтра я буду выпивать с настоящим принцем. Шутишь? Нисколько. Настоящий принц. Его зовут Феликсом. Он принц Карликового королевства на юге Франции. И он приезжает сюда, потому что в запасниках нашего музея оказалась картина. Это единственный портрет их королевы, принцессы Ольги. У нас бы она была великая княжна, а там принцесса. Да ты Гуров откопал. Ага. Наш искусствовед. Сейчас. Извините. Ты знаешь его? Да. Алло. Давай, мне жала. Да. А, Марина Николаевна. Хорошо, я немедленно выезжаю. Ну, что ты так устала? Сашеньку поцелуй, пожалуйста, от меня. Надо ехать. Извините. Подожди. Викторичка, правда. Даже, даже нет, не надо. Не провожай меня. Я сама двери закрою. Днем рождения тебя, ребенок. Спасибо. Надо ехать. У меня ничего не случилось? Ну, больше. Ладно, давай с этим. И снова вдвоем? Больше нос. Ты знаешь, я по-настоящему понял, что я счастлив только тогда, когда ты родилась. Папа. Папа. Папа, Папочка. Я тоже тебя очень люблю. Папа, скажи, ты скучаешь по маме? Ага. А давай завтра поедем в то место, где вы познакомились. Ну, там уже ничего нет. Там все изменилось. Я понял. Чувства-то остались. Чувства. Ну что, Вань? В доноры мы с тобой не годимся. Послушай, я читал в Европе сейчас новая методика пересадки козного мозга. достаточно 25% совместимости. То есть и ты, и я подошли бы. На операцию денег стоит. 50 тысяч евро. Мамочки. У нас нет таких денег. Вань, я считаю, все нужно рассказать Толику. Сами справимся. Мама! Проснулась. Да, да, мой хороший. И вот сегодня с неимоверным волнением мы хотим передать этот портрет наследному принцу Сент-Люмьера и его высочеству Феликсу Альберу Анри. Прошу вас. Вы как-то в порядке? Что с тобой? Да, просто не выспалась. Дамы и господа, дружеские связи между этой страной и народом Сент-Люмьера уходят корнями в далекое прошлое. От лица нашей королевской семьи и всего народа Сент-Люмьера я бы хотел поблагодарить музей за столь щедрый подарок. Спасибо. Прошу вас, можно посмотреть поближе. Прошу-ка, пожалуйста, Ну что, Аристарх Патомыч, уплыла ваша великая княжна. Слава богу, хоть рассмотреть ее успею. Ну да. Только вчера прилетел из командировки. Два месяца в музее Прада. Ну что, Вика, полюбуемся на прощание. Алло. Привет, Леш. Прости, не могу долго говорить. У меня приз в гостях. Да. Ну что, прощай. Вика! Вика, подожди, ты домой что ли? Да, вы знаете, пойду уже. А ну, а кто будет отвечать на вопросы журналистов? Ну, задержись, пожалуйста. Да, хорошо. Лучше тебя никто не сделает. проголодались? Это нам. Канапа и так себе, повар у них слабоват, но это же не я готовил. Мм, вкусно. Да, голод утолить можно. Можно еще? Берите, кушайте, ребят. Вам долго тут еще стоять. Смотри. Моя девушка, Алина. Давно знакома? Два года. Скоро поженимся. Мм, поздравляю. Извини. Где? На минуту. Прихватило что-то. Себастьян, слушаю. Как обстановка? Все в порядке. Честно говоря, был даже немного взволнован. Не думал, что когда-нибудь увижу, как выглядит моя прапрапрапрабабушка. А это правда, что вы скоро жалитесь? Да, ее зовут Алиси Таланс. И скоро мы объявим помолки. Благодарю. А, пахнул. Не обращайте внимания. Это мой повар. По совместительству дегустатор. Вечно портит мне аппетит. Франсуар Аликонт это выдающийся французский портретист начала 19 века. И любопытная деталь, что он начал писать портрет Великой Книжной Орги как раз в момент, когда она заболела. Где Буров? Скажите, вы Аристарха не видели, Мне с ним переговорить нужно. А, да. Ох, ну наконец-то. Очень интересная штука есть на этой твоей картине. Да. Весьма необычная. Ага. С элементами фатальной таинственности. Что ты говоришь? Это долгий разговор. Так, ну что за человек, ну за интригу и то идет. И вот так всегда. Музыка. 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 Мы начали поиски неродственного донора, но на это может уйти много времени. Ваня, что я с ним скажу? Доктор, он жив? Жив, Виктория Павловна. Но болезнь прогрессирует. Не волнуйтесь, не возьмите себя в руки. Ребенок сейчас лишний. Стрессы ни к чему. Я поняла. Ждать больше нельзя, Вика. Я позвонил ей и заказал билет. Аттолик убьет меня, когда узнает. Он не узнает. А как твое, это, самочувствие? Это что, вдруг неожиданная забота здоровья? Нет, просто мы улетаем, а ты закинешь переисполнить с одной девушкой. Я бы тебе волнуюсь. Может, у тебя какие-то проблемы? Ваше высочество? У нас проблемы. Что случилось? Документы в порядке, но я сомневаюсь, что ваша картина выглядит именно так. Как такое могло произойти? Я думаю, ее могли выкрасть только в музее. Это исключено. В музее мы постоянно за ней наблюдали. Ладно, разберемся. А мы возвращаемся. Что-то случилось? Что-то случилось? Ваше величество. Что? Феликс сегодня вернется домой? Нет. Увы, он немного задержится. Важные дипломатические дела. Могу себе представить важность этих дел. А я даже могу их перечислить. Марфа, Глаша и Василиса. Фло, что это означает? Это женские имена. Я в интернете смотрела. В общем, пока Феликс занят дипломатией, я займусь королевскими делами. Сегодня я инспектирую нашу новую клинику. Приятного аппетита. Мы с гордостью можем сказать, что наша клиника одна из самых лучших клиник в мире. Это правда. Мы сейчас находимся как раз в детском отделении, устройство которого было закончено неделю тому назад. Нам сюда, ваше высочество. Вот сюда. Я думаю, что наши маленькие пациенты будут рады встрече с вами. Прошу, ваше высочество. Это предыдущие. Детки, здравствуйте. Здравствуйте. Детки, вы помните, я обещал привезти к вам в гости нашу принцессу? И где она? Где принцесса? Ну вот, знакомьтесь, это и есть наша принцесса Магда. Неправда. Все принцессы красивые и в коронах. В коронах детская непосредственность. А вот. Представить не мог, что такое возможно. Это скандал. Дикий запад какой-то. Следователь по особо важным делам Соловьев. Директор музея вы? Да. Значит, закройте музей для посетителей и попросите всех посвященных не болтать, особенно с прессой. Сделаем. Ирина Игоревна, распорядитесь. Да. Есть. Также мне нужен список всех людей, которые присутствовали на передаче картины. Вот, пожалуйста, я подготовил. Пройдемте мой кабинет, там вам будет удобнее. Да-да. Виктория Старостина. А вы знакомы? Это родственница бывшей жены. Скажите, а почему напротив твоей фамилии Галочка? Ну, так, я отметил тех, кто имел с картиной непосредственный контакт. А. И себя. Ну, я должен быть у вас подозреваемым номер один. Возможностей украсть картину у меня было больше всех. Интересно. Вика задержала полиция. Что? Ну, я была права на один звонок. Она позвонила мне. Из музея пропала картина. Вика главная подозреваемая. Я ничего не понимаю, что за бред. Ну, пошла собираться. Откройте, пожалуйста. Не дергайся двери. Я сейчас в милицию позову. Не милицию, а полицию. Ирина Игоревна, это я. Маша, откройте, пожалуйста. Машенька. Здравствуйте. Вику арестовали. Ну, пока не арестовали, а просто задержали. Как раз по этому поводу. Можно мне войти? Нельзя. Извини. В коридоре охрана. И если тебя увидят, будут проблемы. У нас тут такой кошмар. Всех допрашивают. Строгий приказ никого не впускать. Но мне... Ни с кем не общаться. Но ты можешь через окно в мастерской забраться. Там сейчас как раз проветривание. Поняла. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты сюда попал? Я же отдал строгий приказ никого не пускать. Соловьев, вот скажи мне, пожалуйста, ты всю жизнь мне будешь мстить за развод? Ты зачем Вику задержал? Маня? Не надо меня так называть. Маша! Здесь такое происходит. Павел Геннадьевич. Что? Не могли бы вы вернуться в свой кабинет? Требование конфиденциальности распространяется и на вас. Нет, я тебе не мчу. Просто в ходе следствия выяснилось, что твоя тетка главная подозреваемая. Именно у нее было больше всего шанса вырезать картину из рамы. Мотив? Зачем ей это нужно было? Больной ребенок. А денег на операцию нет. Для этого требуется порядка 50 тысяч евро. Какая операция? Ты о чем? Ну, подробности я не знаю. Но то, что у них с супругом были реальные шансы найти покупателя за границей, это факт. Тем более, Иван сейчас в Париже. А картину вывез бы принц в свое королевство. Короче, если мы ее не найдем, будет международный скандал. Послушай, ну ты же знаешь Вику, она не могла пойти на такое. Маша, могла, не могла, уже не важно. Уходи, мне посторонние сейчас здесь совсем не нужны. Давай, уходи. Что за королевство? Шент-Люньер. К сожалению, вы опоздали. Принц в настоящее время покидает наше посольство. Черт. Вы? Вы? С вами все в порядке? Вроде да. Мне кажется, она специально бросилась под ваши колеса. Ну, вообще-то да, специально мне нужен ваш принц. Я принц, зачем я его нужен? Точно, я помню. Послушайте, ваше высотчество. Ты, подождите. Ваше высотчество, я знаю, что у вас пропала ценная картина. И полиция подозревает Вику. Вика это моя тетя. Но это лишь роковое стечение обстоятельств. Я частный детектив. Пожалуйста, наймите меня для расследования этого дела. Я просто не могу допустить, чтобы вы Вику посадили. Вы вообще понимаете, что в соответствии с международными законами он мог сбить вас наспорь и поехать дальше? Вот стоило ли жизнью рисковать? Вообще-то да, стоило. Я сейчас не могу терять ни минуты, иначе Вику посадят. Я просто очень хорошо знаю наш закон. Пожалуйста, ваше высотчество. Да подожди. Ваше высотчество, ну два слова. Она сумасшедшая. Она крутая. Смотри, как она идет к цели напролом. Такой человек поможет нам найти картину. У нее странный метод, а? Ну, а в чужой стране, может быть, здесь все так действуют. Да, и хочу напомнить, ваше высотчество, что при наезде в клубе вы сломали мне камеру и тем самым лишили гонорара. Поэтому в какой-то степени вы мне должны. Мы можем ей заплатить. Мы поедем в музей, а вы поедете с нами. Прошу. Алло, Себастин. Мы сейчас едем в музей. Да, сейчас. Понял. Встретимся уже там. Маша, я же тебя попросил. Его высотчество приняло решение нанять меня для расследования этого дела. Это правда. Будьте добры, расскажите свою версию, каким образом Виктория Старостина могла похитить картину. Хорошо. Согласно протоколу допроса свидетелей, во время фуршеды примерно в 15 часов 10 минут кофр с портретом принцессы принесли в кабинет директора. У дверей выставили охрану. В это же время Павел Геннадьевич и Виктория Павловна зашли внутрь, чтобы еще раз посмотреть на картину. У Павла Геннадьевича зазвонил телефон, и он вышел, чтобы ответить на звонок. Павел Геннадьевич, я все правильно излагаю? Да. Вернувшись, обнаружили, что Виктория Павловна вышла из кабинета. Вы нагнали ее в коридоре и попросили задержаться, чтобы ответить на вопросы журналистов. Вам показалось, что она очень нервничает. Да, она была взволнована, явно куда-то торопилась. Но я отказываюсь верить, чтобы Вика украла картину. Павел Геннадьевич, а скажите, пожалуйста, сколько потребовалось бы времени, чтобы вырезать картину из рамы? Минуты три-четыре, может. А вы хорошо помните тот телефонный разговор? Помню. А вы не могли бы нам сейчас взять и все это продемонстрировать, как это все было? Пожалуйста. О, следственные эксперименты. Алло. Алеш, привет, дорогой. Прости, не могу сейчас говорить. У меня принц в гостях. Так, потом расскажу. Партрета бабушки не включаю. Перезвоню попозже. Пока. Это все? Да. 20 секунд. Вот. 20 секунд, Вова. Кто у нас подозреваемый под номером два? Гуров, искусствовед. Прекрасно. И где нам искать этого Гурова, искусствоведа? Я знаю, где живет Гуров. Замечательно. Поехали к нему. Езжайте. Я сейчас с вами поехать не могу. Я ничего не покупаю. Ни в следителей Еговы не гожусь. Вы по поводу пропавшей картины. Ваше высочество, извините за мой вид. Это вы извините за столь неожиданный визит. Прошу вас. Я обязательно расскажу. Я скажу внукам, что наследственный принц Сент-Люньера пил чай в моем доме. Угощайтесь бараночками. Благодарю. Я заходил в кабинет Паши, Павла Геннадьевича. А зачем? Посмотреть картину, еще раз подтвердить свои догадки. А почему вас пропустили охранники? А когда я подходил к двери, их не было. Это невозможно. У двери постоянно был я или мой помощник. Рене и Себастьян дежурят по очереди, но почему-то оба оставили свой пост. Мы с этим разберемся позже. Аристарх Платонович, дело в том, что на данный момент вы являетесь главным подозреваемым. Потому что вы последний видели картину, а не Вика. Ну, поверьте, я не совершал этой кражи. После приема за мной заехал зять и отвез меня на дачу. И до сегодняшнего вечера я с семьей провел все время на даче. Вы можете спросить соседей или поговорить с семьей. Вы можете осмотреть дачу, но, боюсь, напрасно потратите время. Хорошо, вы сказали, что хотели что-то проверить. Что-то на картине? Да. Да, я вроде бы сделал небольшое искусствоведческое открытие. Я с удовольствием с вами поделюсь им, прошу вас. Возможно, оно поможет расследованию. Вот, взгляните. Это портрет Джованни Дивископо, молодой римлянин, красавец, блестящий лавелас и любовник. Он очень любил женщин, любил любить. Вы понимаете, он предпочитал это увлечение всем другим увлечением в своей жизни. И надо признаться, он не всегда порядочно поступал со своими женщинами. Вглядитесь в глубину этой картины, услышьте звук, который она нам передает. Платок с какими-то инициалами. Да, МД. Это латинские буквы. Это Маргарита Дюбуа. Ее судьба закончилась очень трагично. Она бросилась в Тибр, но эта картина, она раскрывает все ее секреты. Вы хотите сказать, что нашли что-то подобное на портрете принцессы Ольги? Да, я нашел. Правда? Сейчас, одну секундочку. Поглядите, вот иллюстрация. Вот перед нами портрет принцессы Ольги. С первого взгляда ничего особенного. Портрет молодой женщины. Изумительно прекрасной женщины с ребенком на руках. Но если внимательно глядеться, две очень важные детали. Вы их легко разглядите. Что с вами? Вам плохо? Я уверен, Гурова отравили. Здоровый человек умирает, как только становится ценным сырец. А меня вы зачем задержали? Или ты считаешь, что это я ему? А я бы всех вас с удовольствием задержал. Только твоих заказчиков дипломатический иммунитет. Понятно. Маша, подожди. Давайте я домой привезу. Ночь уже. Спасибо, я не боюсь темноты. Послушай, ты взялась за очень опасное дело. Володь, хватит, а? Я уверен, Гурова отравили. Сама подумает, такие совпадения просто не бывают. Этот странный принц. Похищение картины, которая много лет никому не интересовала. Теперь это смерть. Подумай, во что ты вляпалась, Маша. Соловьев, я вляпалась лишь однажды. Когда замуж за тебя вышла? Да-да. Завтра вылетаешь? Пока нет. Возникли небольшие сложности. Плюнь на все сложности. Ты же король. Пока еще принц. Это формальность. Приезжай завтра же. Мы должны поскорее объявить о нашей спальне. Алис, я говорю тебе, я не могу. А я хочу тебя. Как никогда. Я устрою тебе такую ночь, о которой ты никогда не забудешь. Ваше высочество, мне нужно серьезно с вами поговорить. Мария, ты повязана столь позднему визиту? Здравствуйте. Фелик, я прошу прощения, но это сумасшедшая разгромила пункт охраны. Что я должна была делать? Ваши телефоны не отвечают, охранник меня не пускал. Ну, извините, потому что уже ночь. А вы не думаете, что есть дела, которые не мог ждать до утра? Вы себе даже не можете предположить, что принц, к примеру, мог бы занят какими-то государственными делами. Дидье, будьте добры, зайдите ко мне. Друзья, я вас спрашиваю, давайте не будем ссориться. Давайте успокоимся. Так, я прошу тебя. Мария, позвольте. Дидье, я хочу угостить нашего гостя вином. Будьте добры. Я сейчас кому-то позвоню. Прямо в лоб. Ты? Я при исполнении. Ну и что же это за исполнение? Больше будет ясно спать не давать. Просто хотел узнать, Маша дома или нет? Не поздновато испохватился, сетек. Так дома или нет? Вы только правильно поймите меня, пожалуйста, Маша сейчас взялась за очень опасное дело. Слушай, это ты в баню. Значит, нет ее. Полиция считает, что Гурова отравили. Я надеюсь, что вы от меня ничего не скрываете, иначе я не смогу найти вашу картину. Что вы хотите от нас услышать? Я не понимаю. Я считаю, что Гуров не просто так завел этот разговор. Здесь скрыта какая-то очень важная информация, какая-то тайна. Тайна, связанная с картиной? Да. Если вы имеете в виду легенду о сокровищах принцессы Ольги, об этом легендарном алмазе, то я вас уверяю, это просто красивая сказка. А что за легенда? А вы прочтите в интернете. На любом ресурсе, посвященном королевству Сент-Люмьир. Только не это. Отец. Это который ваш главный? Это король Анри Четвертый. А этот Четвертый уже знает о пропаже картины? Пока не знает. Ну так скажите ему, я хочу посмотреть на его реакции. Какая-то сцеремонность. Феликс, прости, но я против. Это сугубо конфиденциальный и семейный разговор. Поэтому я попросил бы вас. Я боюсь, что ты его прав. Извините, Мария. Добрый вечер, сын. Мне в посольстве сообщили, что ваш отъезд задерживается. Почему? Что случилось? Ты только не волнуйся, хорошо? С картиной все в порядке? А почему ты сразу подумал про картину? Что с картиной? Ее украли. Только не волнуйся, я обязательно ее разыщу. И потом, ну не такая же эта большая ценность. Подумаешь, семейная реликвия. Я тебе не хотел говорить, сам боялся утечки информации. Легенда о сокровищах. Не просто легенда. Зря вы меня выставили. Для успешного поиска картины мне нужна абсолютно вся информация. Я не уверен, что принц продолжит с вами сотрудничество. Прощайте. Вот индук. Плохи дела, да? Ну давай, расскажи мне, что случилось. Отец уверен, что легенда не врет. Наш старик-нотариус сумел его убедить в подлинности этой истории. Отец искренне верит, что в портрете Принцессы Ольги зашифрован путь к сокровищам. Что бесценный алмаз существует. А ты в это веришь? Если бы ты видел лицо моего отца, Тео, всего бы пропали все сомнения. Отец серьезно рассчитывал на эти сокровища, как на спасение нашего королевства. Мы должны найти портрет. Найти его, что бы то ни стало. Хотя бы ради моего отца. Найдем. Мария еще не шла? Ушла. И вообще, мне кажется, что Мария, это не тот человек. Тот. Я верю в нее. Это точно не опасно? Папа, ну ты как маленький. У меня вообще-то работа такая. Знаю, я знаю. Сметанки. Давай. Спасибо. Тем более, у этого Принца охрана знаешь, какая ООО. Не надо нам никаких ООО. Не надо. Папа, я же тебе не рассказала, почему Вика находится под подозрением. Оказывается, Иван ездил в Париж. Куда? В Париж. В общем, Владимир считает, что он ездил с заказчиком встречаться, которым хотел продать картину. Люди Владимира сначала вели его, потом потеряли. Короче, какая-то мутная история. Мутная точно. Слушай, папа, я всегда тебя хотела спросить, а из-за чего он с Ивановым в контрах? Просто не люблю я его. Вот и все. И все. Все. Вот так платье должно выглядеть в итоге. А это я на примерке. Крутой фасончик. Неплохо получается. Я бы сказала, даже отлично. Да, моя фата подойдет сюда идеально. Какая фата? Ты обязана венчаться в моей фате. Это традиция. Тебе, Феликс, ничего не сказала об этом? Можете быть свободны. Зачем ты его отпустила? Чтобы ты сделала перерывчик. Дорогая моя, это всего лишь аперитив. Какой по счету, мам? Зачем ты ставишь меня в неловкое положение перед посторонними людьми? Разве Алисия посторонняя? А, кстати, тебя не смущает, что Феликс не собирается возвращаться в ближайшее время? Видимо, он там чем-то увлекся. Ничего. Пусть немного развлечется пока. Пока твой папа не купил его для тебя, так? Дочь моя, брак по расчету это не всегда плохо. Ну да, наверное. По крайней мере, это лучше, чем однажды выйти замуж по любви за недого парня, а потом не иметь возможности развестись с ним. И к твоему святению. Мы с Феликсом любим друг друга. Ты, главное, не рожай от него, девочка. А то будет так, как со мной. Так все, прекратите. О, вот черта взять. Что за манера такая? Тихо! Тихо, мужики! Как хуйно! Может, вы за дверью подождете? Нам поговорить надо. Тихо, все в порядке. Ну, что пришел? Мой друг вчера намекнул Марии, что контракт с ней, возможно, будет расторгнут. И я подумал, что она... Да она с утра в офисе, как проклятая работает над твоим делом. Ага. Смотри. Обидишь мою Машу? Кражу совершил. Твоя тетя. Мне очень жаль, но я в этом нисколько не сомневаюсь. Володенька, ты пойми, что с портретом принцессы Ольги связана какая-то тайна. И даже Феликс это подтвердил. А Гуров хотел сказать какую-то очень важную информацию и тут же упал замертво. Совпадение? Не думаю. А в этот момент в комнате находился принц и его сопровождающий. Я уверена, что кто-то из них подсыпал яд коллекционеру. Что это? Результаты повторной медицинской экспертизы. Смерть Гурова наступила в пилу неестественных причин. Остановка сердца. Он давно страдал от сердечной недостаточности. А следов яда в теле не обнаружено. Ты прекрасно знаешь, что существуют яды, которые не оставляют следов. Мне очень жаль, Маша, но экспертиза не врет. Маша, может, пообедаем? Мне надо работать. Мне очень жаль, что я... Что ты оказался козлом? Давай погонем за обедом. О чем? О нас. Нас? Нас не существует, поэтому говорить не о чем. Ну-ка, выйди на минутку. Ты зачем в Париж ездил? Тебя это не касается. Я знаю, с кем ты там встретился. Если Маше хоть слово скажешь, прибью. Что значит ненастоящий? Как такое вообще может быть? Да. И в музее это тоже подтвердили. Так что портрет принцессы Ольги – подделка. Он написан в конце 19 века каким-то неизвестным художником под впечатлением о легендах о сокровищах принцессы Ольги. Под тем же самым впечатлением он придумал все эти символы, знаки, тем самым сымитировав стиль Франсуали Конта. Очень жаль. Бедный король. Тем не менее, совершено преступление. И преступник вашего сочетства среди ваших подчиненных. Поэтому я хотела бы поговорить с каждым, кто хоть как-то мог контактировать с картиной. Я не против. Правительство Франции поручило мне вручить вам эту ноту. Вам следует в месячный срок привести налоговую систему и социальные стандарты в соответствии со стандартами Франции. Не очень-то дипломатичное требование. Время дипломатии прошло, Ваше Величество. Монсеньор, необходимо как можно быстрее решить вопрос с женитьбы принца Феликса. Ведь получил финансовую помощь от Торренса, мы сможем выиграть время для того, чтобы разработать антикризисную программу. Согласен. Перекрыв часть долга перед Францией, мы сможем привлечь иностранных инвесторов. подумать о других долгосрочных кредитах. Что же касается принца Феликса, он вернется через несколько дней, как только закончит поиски. Важны для нас данные. Как там обыски? Продолжаются? Продолжаются. Я ей не доверяю, Феликс. Тео, если Мари права и предатель среди нас, мы обещаем его найти. Чем занята Мари? Мари закончила беседовать с Дидье. До этого допрашивала Этье. Она со мной говорила. А сейчас разбирается с Рене и Себастье. Когда она закончит, попроси ее задержаться. А чего ее пригласить на ужин? Так вот в чем дело. Я-то думаю, что ты за нее так уцепился-то? Жизнь Тео, как могли убедиться, слишком коротка. Нельзя выпускать возможность наслаждаться ей. А если нет, я женюсь на Алисе и буду всю жизнь хранить ей верность. Ну вот. Потом Дидье угостил нас какими-то канапе. После этого Рене ушел в туалет, потому что его прижало. Пока он был там, с нами по рации связался Этье, начальник службы безопасности, для того, чтобы выяснить, все ли в порядке. Ну, тут я почувствовал, что меня приспичило. Я тут же связался по рации с Рене. Он сказал, что должен скоро появиться. И тоже ушел в туалет. Какая-то прямо у вас туалетная история получается. Хорошо. Сколько примерно у вас не было по времени? Ну, я не знаю. Мне было плохо. Минут пять-семь. Нет, ну что, меньше. Намного меньше. Мария, вас приглашает его высочество принц Феликс. И это никак не может подождать. Никак. Извините. Тео, благодарю. Прошу, за наш скромный стол. Вообще-то я не закончила работать. Мария, я знаю, что вы не обедали. Может быть, вы хотя бы отужинаете со мной? Я настаиваю. А это? А это виноградные улитки. Любимое лакомство всех французов. Никогда не пробовала. Значит, сегодня эти шансы вы исправите. Дети, Яна, не сейчас. А когда? Когда вас будут хранить? Дети. Я сделал бы лучше. Вы на пяти. Требуется некоторая сноровка. Ну как? Специфически. Может быть, вина? Вообще-то я на работе. Знаете, Мария, я всю жизнь на работе. Но иногда так хочется от всего отлечься. Обо всем забыть. И о чем не думать. Знаете, Мария, я вам хотел сказать, что вы... Ваше высочество. Стоит шато-брион. Благодарю. Вы знаете, улитки были просто великолепны. Спасибо. 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 Ну что, ничего не получилось? Сумку на стол. Сумку на стол. Вот. справа. Не terrified. И. Рекомендует. Что? Было особо немножко. Долгое папа. И. я? А это что? Я так предполагаю, что это портрет принцессы Ольги Вы украли это И хотели вынести из посольства Так, все, я вызываю полицию Не вызывайте А Глазкова ни к чему Ну, как что? Этия, оставьте нас Я сам с ним говорю Мария Браво Удивили меня Я ожидал любого финала Но такое мне даже в голову не приходило Да? А я ожидала именно этого Скажите, это ваша тетка сказала, куда спрятала украденную картину? И вы ее сюда принесли, что вы что? Потребуете у меня выкуп? У вас что, сообщник посольства? Вообще-то на входе у меня тоже проверяли сумку И картины в ней не было И да, на Баркдершафт мы с вами не пили Конечно Вы же на работе У нас сюжет достойный голливудского фильма Сотрудница музея узнав, что картина дорога для королевской семьи Крадет ее и поцелает свою племянницу детектива якобы вести расследование Гениально Так я не понял, картина настоящая или нет? Настоящая Это действительно работа Франсуали Конте Я вернула ее вам Тогда ничего не понимаю Почему вы сказали, что это поделка? А вот теперь я вам объясняю Вор, узнав, что картина якобы поддельная, решил быстренько от нее избавиться Кто ему больше всего мешал? Конечно же я Ведь вы могли ее обнаружить в любом уголке посольства Но он решил ее засунуть именно ко мне в рюкзак Кажется, теперь я начинаю понимать Вор здесь, в посольстве Осталось его вычислить Вы мне в этом поможете? Да Но у меня есть два условия Даже два? Первое То, что произошло в гостиной, больше никогда не повторится На этот счет может быть спокойно А второе? Я когда прыгнула к вам под машину Совсем забыла об одной маленькой детали Гонорар Просто назовите сумму 50 тысяч евро Договорились Слушаю ваш план Дорогой, я надеюсь, ты помнишь, что у меня скоро день рождения Конечно, дорогая Но боюсь, в этом году бал будет скромнее, чем мы планировали Так и знала Так и знала Конечно, на чем же экономить, как не на моем празднике Я уже много раз пытался тебе объяснить В каком трудном экономическом положении находится наше королевство Но ты меня как будто не слышишь Потому что я не понимаю ничего в этом Я актриса, не финансист Ты уже 30 лет не актриса, а королева Я пожертвовала карьерой ради семьи и детей Дорогой мой Пожалуйста, не лишай меня возможности блеснуть на публике Всем большое спасибо за помощь Картина найдена, преступник задержан Думаю, теперь все можем идти отдыхать Большая просьба, чтобы эта история не вышла за пределы посольства Все свободны Ну что, собираешься с ней делать? Вот об этом я и хотел с вами поговорить Мария специально сказала, что картина фальшивая Чтобы реальный преступник, я ее подбросил Он все еще на свободе И вот какой у Марии план по его поимке Записи из гостиной есть? Там нет камер видеонаблюдения Ну да Конечно Значит так Мне нужны списки всех сотрудников Желательно с фотографиями И графиках работ за последние дни Значит, Себастин Бенье поменялся местами с другим охранником И сопровождал тебя и в галерее, и у Гурова Мы же не пили на брадершафт Прошу прощения Но мне будет приятно, если мы перерезаем на ты Проголодалась? Честно? Безумно Может, сделаем перерыв? Я прикажу разбудить повара Не-не-не, давай не будем никого будить Тут же есть кухня? Пойдем посмотрим Пойдем Так, что тут у нас? Я здесь первый раз О, плита, отлично Честно говоря, не знаю, что где лежит Ну, продукты обычно лежат в холодильнике Так О, яйца Ты что, собираешься сама? Представляешь Ты умеешь готовить? Я думаю, все умеют готовить, когда хотят есть Только сразу предупреждаю Все очень скромненько, никаких улиток Договорились И что же ты собираешься готовить? Ну, назовем это так Омлет из всего Какое-то хитрое блюдо русской кухни Практически Да нет, на самом деле Просто достаем все из холодильника Все, 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 что есть Зливаем яйцами И жарим Звучит страшающе Держи Помогай, помогай, давай Ну что же, люблю пробовать все новое Я видел бы меня сейчас с детей Наверное, удар бы хватило Послушай, я все пытаюсь оттянуть этот момент, но Хочешь спросить, кого я подозреваю? Вене? Себастьян? Этиен? Дидье? Ну, я скажу тебе так Если кража произошла все-таки в музее То я считаю, что Себастьян мог вполне это сделать Именно в тот момент, когда директор музея и моя тетя вышли с кабинета Ну, каким образом? Ну, у него напарник отсутствовал минут десять И у него было достаточно времени, чтобы зайти в кабинет И вырезать картины из рамы Но если он на такое решился, у него должен был быть очень, очень серьезный мотив Деньги Деньги всегда очень серьезный мотив Себастьян дежурил у посольства И, в принципе, вполне мог подбросить тебе картину в твой рюкзак Когда узнал, что это копия, а не подделка Ага, тем более мой рюкзак В какое-то время находился без присмотра В кабинете, где я опрашивала свидетелей Еще я думаю о Дидье Дидье? Угу Именно он в тот вечер угощал охранников канапе И, по словам Себастина, эти канапе вызвали у них расстройство желудка Это просто смешно Пусть будет так Тогда идем дальше Промежуток, когда Себастьян и Рене отсутствовали Мог подойти начальник охраны Я не уверен, что Этьен мог это сделать Он слишком предан Хорошо Есть еще один подозреваемый Кто? Тео Тео? С ума сошла? Я излагаю тебе факты Между прочим, Тео был в тех же самых местах И у него были те же самые возможности Да, но он не заходил в кабинет А мы этого не знаем Может быть и заходил Доброе утро, Владимир Сергеевич Да, доброе Только что из посольства Сент-Люмьер сообщили, что нашли повешенным Себастьяна Бенье Как нашли? И картину Так мы что, больше не занимаемся этим делом? Нет, это в компетенции других органов Криминалисты уже заканчивают работу Спасибо за информацию Алло, да Мария, привет Извини, что пришлось разбудить тебя так рано Но у нас случилось несчастье Я еду Он привязал веревку к технологическому крючку Встал на стол Ну, в общем-то и все Смерть наступила около двух часов назад В результате асфиксии Ну, точнее скажу После сухи Похоже на самоубийство Вот ответ на твой вопрос, кто украл картину А у вас что, в королевстве приговаривают к смертной казни за краж? У нас вообще нет смертной казни Ну, для гражданина Сент-Люмьера Предательство королевской семьи Это серьезное преступление А где его личные вещи? Вот его шкафчик Ваше русскочство Мне сказали О, мой бог Не дурно Я пойду хрустить Это его девушка? Да Зовут Алина Субтитры создавал DimaTorzok Машенька Спасибо тебе Спасибо, что ты доказала мою невиновность Все, все, все Успокойся Все хорошо Как там, Сашенька? Держится Вик, значит ситуация следующая Тебе сейчас нужно собрать все выписки Из истории болезни Связаться с европейскими клиниками И быть готовыми вылетать в любую минуту Маша У нас нет денег За деньги не переживайте Я что-нибудь придумаю Когда мы планируем возвращаться домой? Ты можешь хоть завтра А я задержусь еще на недельку А что я на это скажу твоему отцу? Картина ведь найдена Ну, я уверен, ты что-нибудь придумаешь Это что, из-за Маши? Феликс Я говорю тебе У тебя ничего не получится Ну, это мы еще посмотрим И потом она правда мне нравится Того Она сегодня придет за гонораром Распередить, чтобы нам не мешали Чертов принца Все-таки подбивает клинья Па, ты где? Видимо, на ВДНХ в оранжюри Ты где? Ничего себе Это ты кому? Сам принц прислал И записку написал, гад Па, ну почему гад? Извиняется за маленький невинный проступок На ужин зовет За что это он извиняется? Не знаю, папа У этих принцев столько условностей СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я ничего не пожалею для своей девочки, Анри Как только Алисия станет королевой Сан-Клюмьер в деньгах нуждаться не будет Даю слово Ну и это проблема с французами Я думаю, мы ее уладим Я только беспокоюсь, что Феликс до сих пор Не вернулся из своей поездки Ну, Феликса, как у всех членов королевской семьи Очень много обязанностей Мне кажется, Алисия уже Слишком долго ждет Официального объявления о помолвке Мы сделаем это объявление Как только Феликс вернется домой Так что ни тебе, ни твоей дочке Ни о чем беспокоиться Я рад, что мы понимаем друг друга Мари? А почему ты не... Феликс, ты прости Я не смогу остаться на ужин Поэтому, пожалуйста, заплати мне И я пойду Мари Мы же договорились Нет, Феликс Мы не договаривались Это ты назначил Просто написал записку Пришпилил к венику из роз А могу ли я поинтересоваться, забыл Хорошо Тогда договоримся сейчас Ты можешь? Нет Феликс, давай так Я выполнила свою работу, так что... Прошу Что это? Это твой гонорар Нравится? И сколько она может стоить? Чуть больше, чем 50 тысяч евро Ты не понимаешь? Мне нужны деньги Мне нужны деньги Племяннику на операцию Хорошо Я дам тебе еще 50 тысяч евро Или сколько там тебе нужно Только прошу тебя, Мари Останься со мной Ты мне правда очень нравишься Остаться? Угу Засунь свою брошь, знаешь куда Мари, подожди, ты неправильно меня Идиот Да, войдите Простите вашу совесть, срочный звонок из дворца По закрытой линии Давайте Спасибо Да, я слушаю Что? Когда это случилось? Сашенька старости Мой племянник, он здесь лежал, где он? Извините, я только заступила на смену Не могу вам подсказать Обратитесь в регистратор Где Саша? Мари Мари, не волнуйтесь, с ним все в порядке Он летит с Аль-Люмьяр вместе со своей мамой Там прекрасная клиника Саша сделает операцию по новейшей методике Я только что отправил ему медицинскую карту А донором будет ваша тетя Всего доброго Спасибо вам Спасибо Мари, я надеюсь, такой гонорар вас устроит Феликс Спасибо У моего отца случился инфаркт Мне нужно срочно вернуться Я надеюсь, все будет хорошо Я тоже на это надеюсь Прощайте, Мария Да, Лов Вов, ты прости, но сейчас не у тебя Насчет кого ты хочешь поговорить? Привет, Маша Привет Как дела? Славьева, давай без лишних прелюдей Ты зачем меня позвал? Фотография моей мамы Откуда она у тебя? Ты еще не все свои вещи вывезла из нашей квартиры И? Ну, честно говоря, я надеюсь, что это что-то значит Вова, это значит только одно Что мне противно возвращаться в квартиру, в которой ты меня изменил Ты для этого меня сюда позвал? Что это? Пока шло следствие по поиску картины, я связался с коллегами из Франции Попросил их достать видеозаписи с камер наблюдения, где остановился твой дядя Там он встречался с незнакомкой Как я тогда думал Заказчица похищения картины Этого не может быть Моя мама умерла много лет назад КОНЕЦ 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 Не хочу играть в эти шахматы. Фло. Я не хочу подчиняться этим дурацким правилам. Сначала шахматы, а потом будете говорить, за кого замуж идти. Можешь не сомневаться. Шах. А что в этом хорошего-то? Вон Феликс на край света смотался, лишь бы не видеться своей невестой. Думаете, я ничего не понимаю? Всем добрый день. Вернулся. Возвращение блудного сына. Ваше Величество, Ваше Высообщество. А где Его Величество? Я бы хотел поехать сразу к нему. Как он тебя чувствует? У меня все хорошо. Здравствуй, Феликс. Феликс, мне нужно с тобой поговорить. Где картина? Распорядился, чтобы ее отнесли наверх. Пойдем. Тео, а вот вы могли бы полюбить принцессу? Фло. 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 Мне просто интересно, как на все эти ваши королевские заморочки смотрят простые люди. Тео, простите, это… Нет-нет-нет, я все понимаю. Всякое препятствие любви только усиливает ее Фло. Вы право так считаете? Это не я. Это Шекспир. Все, теперь он мой герой. Когда я играла до СДО, шах и мат. Ну, слава Богу. А то я думала, это уже никогда не закончится. Хорошо. Невероятно. Как же на нее похоже наше Фло. Ты тоже заметил это? Скажу откровенно, Мартин. Я не вижу в ней ничего таинственного. Ключ к сокровищам зашифрован. Итак, в манускрипте написано. Правда за мной, светлая и темная, твердая и мягкая, вода и огонь. Шесть естеств соединяются в одно. Люди на восток, покои на юг, червь на север. Червь на север. Да. Да-да-да-да-да. Они ищут старика. Кажется, есть кот. Да-да-да. Я пишу звук. И ручкой тоже. Вы не волнуйтесь. Ни людей, ни червей, ни воды. Что это может значить? Мартин, а вы уверены, что этот текст относится именно к этой картине? Несомненно. Так, давай. Где мои руки? Через пять минут обедаем. Да я что-то не голодная, па. Ты знаешь, когда тебе было четыре года, я вот так же готовил, а ты вошла тихонечко и взяла меня за ногу крепко-крепко. Да и, конечно, заплакала от счастья. Только что бы ты не видела. Па. А ты от меня ничего не скрываешь? Ты о чем? Да, так. Нечего. Пойду помою руки. Давай. Только побыстрее, а то все остынет. Вов, привет. В общем, мне нужна твоя помощь. Я пыталась поговорить с папой насчет мамы, но не смогла. Обед для самой лучшей девочки. Готов? Да, па, сейчас иду. Короче, ты можешь с нами встретиться? Феликс? Алисия. Здрасте, здрасте. А мы здесь немного... Как же я соскучилась. Я тоже соскучился. Не парься, я на секунду. Надеюсь, вечером ты будешь погорячей. Вот она какая. На фло похоже. Наверное, такой уже противный был. Алисия. Простите, но... Где ее повесят? Принцесса завещала повесить картину над камином в зале. Ни в коем случае. Я как королева, ну, то есть будущая королева, категорически против. Потому что? Потому что фэн-шуй – это картина сплошная катастрофа. Здесь же одни треугольники. Если провести линию от перстня до головы и вот этой вот палки... Это скипетр. Неважно. Получается треугольник. От перстня к книге и вот этому свертку. Опять треугольник. Все сходится. Матерь Божья. Ну, а я о чем? Треугольники, они способны разрушить ауру любого помещения. В углах. Собираются негативные энергии. Я знал, что ты из этих любителей фэн-шуя. Нет, если тебе не нравится, то... Можешь не сомневаться. На чем у меня? Не задерживайся. Ваше высочество, ваше невеста абсолютно права. Мы сразу должны были обратить внимание на треугольники. Я не понимаю. Принцесса Ольга, как представительница королевской семьи, хорошо разбиралась в языческих обрядах и символах. А эти треугольники – ничто иное, как изображение славянских оберегов богини Мары и бога небес Де. Я помню, похоже, рисунки на развалинах Старого Замка. Но там нет никаких сокровищ. Но они досконально изучим. Да, но... Вот забывайте о второй части текста. Люди на древнеславянском обозначают цифру 30. Покой. Цифру 80. Червь. Цифру 90. Возможно, это координаты. Они близки к разгадке. Феликс, нам нужно срочно ехать. Едем немедленно туда. Ваше величество. Хорошо, что ты приехал. Нам нужно срочно уезжать. Сожалею, но вам придется остаться. Мы получили информацию о готовящемся покушении на королевскую семью. Что? Звонил какой-то неизвестный. Эта информация сейчас проверяется. Но, сами понимаете, мы должны принять меры по вашей безопасности. Поэтому все остаются в резиденции до утра под усиленной охраной. Прошу меня понять. Как же не вовремя. Ну да. Это лишнее? Вова, ну чего ты стоишь-то? Садись. Ну, я подумал. Что ты подумал? Что я тебя на свидание зову? Я же сказала, чисто по делу. Афициант. Немного вина? Вова. Пожалуйста, сделай запрос на мою маму. В рамках какого дела? Я не знаю. Придумай что-нибудь. Только не говори, что ты ни разу не нарушал процедуры. А с отцом поговорить не проще? Я не могу с ним поговорить. Если мама все-таки мертва, то это лишние травмы ему. Ну, сделаю ради тебя. Спасибо. И сразу сообщи, что как. А, ну... Поужинаем как-нибудь в другой раз. Может быть. Субтитры подогнал «Симон»? Спасибо. Долетели отлично. Твои уже больницы проходят обследование. Здорово. Здорово. Спасибо тебе. Еще раз. Целую. Субтитры подогнал «Симон»? 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 Верил во всю эту затею. А зря. Эти сокровища могли стать для нас спасением. Что ты имеешь в виду? На следующей неделе состоится бал по случаю дня рождения твоей мамы. На этом балу мы объявим о твоей помолвке с Алисией Торренс. Через месяц свадьба ну а там коронация. Так быстро? Франция очень серьезно взялась за нас. Они угрожают Сен-Люмьеру перекрытием границ ведением экономического эмбарго в случае, если мы в ближайшее время не выполним свои долговые обязательства. очень хорошо, что ты взял на лечение этого мальчика. Все газеты написали об этом. И публика забудет на время о твоих похождениях. почему именно этот мальчик? Его родственник оказал мне большую услугу. Ну что, выяснили о звонившем? Кто он? Душевнобольной. С ним сейчас работает доктор. Позвони Алисии. Алисии. КОНЕЦ КОНЕЦ Алисия, привет. Привет. КОНЕЦ Почему ты не брал трубку? А, наверное, звук был выключен, не слышал. Но я написал тебе сообщение, ты прочитала? Я видела, но ничего не поняла. Я слышала, что, звонившую с угрозами сумасшедшей задержанной, опасности больше нет. Да, но там все равно кто-то рыскал в развалинах, в поисках сокровищ. И служба безопасности просила нас не покидать дом в течение суток. Хорошо. Прощу. Закрой глаза. Зачем? Закрой. Закрыл. Сюрприз. Ты что, не рад? Рад. Просто я как раз сейчас собирался поработать. Ты шутишь? Какая может быть работа? Ты скучал? Скучал. Сильно? Угу. Покажи как. Доченька, пришел сказать. Вика звонила сегодня, все у них в порядке, вот. Поселили их хорошо, переводчика представили, так что мы всем довольны. Да, я знаю, мне сообщили. Сообщили? Угу. Вика, она тебе звонила, а мне ни слова не сказала. Нет, папуль, мне звонила не Вика. Неужели принц? Маш, ты мне только скажи, мне переживать или... Папуль, не переживать. Я его больше не увижу. Никогда не увижу. Ну что ж, мы едем в операционную. Вам дальше нельзя. Тебе не смущает наша разница в возрасте? Возраст не препятствия. Говорят, препятствия усиливают любовь, так? Конечно. Что-то не так? Ты как будто не здесь. Мне кажется, что... Что я не должен быть королем. Это просто не мое... Милый... Милый... Милый, тебе... Тебе кажется... Ты... Ты просто устал. Слышишь? Дело в том, что мой жених... Я его очень любила. Мы собирались пожениться, но... Он изменил вам? Он погиб. Мне сказали, что он совершил самоубийство. Мне жаль. Скажите, а мы с вами нигде раньше не встречались? Мне очень знакомо ваше лицо. Я не думаю. Наверное, вы видели мои фотографии. Меня зовут Алина. Мой жених Себастьян Бенье. Он служил охранником в посольстве Сен-Люмьера. Алина, я вам очень сочувствую, но... Если честно, я не понимаю, чем могу быть вам полезным. Мне сказали, что Себастьян был вором, поэтому убил себя. Это неправда. Я его хорошо знала. Он был неспособен на преступления. Тем более, он не мог убить себя. Врачи говорят, что это было именно самоубийство. Себастьян был верующим человеком. Он был очень честным. Я уверена, что его подставили. Он звонил мне накануне. Мы долго разговаривали. Мечтали. Строили планы на будущее. Он был счастлив, понимаете? Я вас умоляю, найдите настоящего преступника. Снимите ложные обвинения с моего жениха. У меня есть немного денег. Если будет нужно, я найду еще. Так, Алина, во-первых, деньги я с вас не возьму. А во-вторых, есть материалы, которые доказывают, что Себастьян виновен. И, если честно, я ничего... Извините. Да. Да, давай через полчаса в нашем кафе. Давай. До встречи. Ну, ты же знаешь наши порядки. Если бы ты имел местный несчастный случай, завели бы уголовное дело, было бы судебное разбирательство. Что-то бы да осталось. Кстати, а что насчет местное захоронение? Мой отец рассказывал, что ее кремировали. А прах он развеял над местом, где они познакомились. Сомнительная версия. Ты сейчас на что намекаешь? А ты с папой лучше поговори. Это самое правильное решение. От их величеств, короля и королева Испании. От наследного принца Саудовской Аравии. От Жака Сореля, кинорежиссера. Милыжок, весочка из прошлого. Этот, читай это. Моя блистательная звезда Глория. Прими наилучшее пожелание от поклонника твоего безмерного таланта. По скриптум. Простите мне фамильярность, Ваше Величество, но для меня вы всегда останетесь юной и нежной девочкой Глории. Оставьте меня. Маша, ты дома? Ага, сейчас подойду. Ой. Привет, папой. Привет. Пап, скажи, а у нас есть свидетельство о смерти мамы? Конечно, есть. В бумагах. Если, конечно, при переезде не потерялась. А тебе зачем? Вот так, просто присела. Фик, да я понимаю, что ты за рубежом. Мне нужно с тобой посоветоваться. Я тебе перезвоню через пять минут. Ага. Папуля, а ты куда? Я в магазине ему все купил. Она теперь ищет ее свидетельство. Да ты уже давно должен был ей все рассказать. Ну, только не надо меня учить. А что ты собираешься делать? Я не знаю, что ей известно о матери. Иванка, что ничего не говорил. Так, может, пришло время рассказать ей правду? Ну, сейчас. Ну, сейчас. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Ну, сейчас. Дамы и господа, сегодня мне хотелось бы вспомнить о прекрасном событии в нашей жизни. 32 года тому назад судьба соединила меня с моей любимой супругой Глорией, которая оставила карьеру кино ради того, чтобы подарить мне и нашим прекрасным детям любовь, нежность, а также разделить все королевские обязанности. Куда это ты собралась? Я ухожу, пап. И куда? Из какой стати? Я ухожу от тебя, а ты мне всю жизнь врал. Только это... В чем же я тебе врал-то? Ты дочери такими обвинениями-то не бросайся. Ты помнишь, с чему я тебе учил? Не лезь в драку, если не уверена в победе. И не обвиняй людей понапрасну, если нет доказательств. Я не знаю, что я известна матери. Так, может, пришло время рассказать и правду? А теперь рассказывай. Что рассказывать? Все, пап, все рассказывай. Почему ты мне столько лет врал? Где моя мать? Что у вас вообще случилось? Только, пожалуйста, на этот раз расскажи мне правду. Ладно. Я попробую. Тебе тогда два года было, когда это все произошло. Времена, сама знаешь, какие были из рассказов. По 90-е. Работы нет, денег нет. Ты совсем маленькая. И вот Ирина нашла объявление. Требуется сиделка для старухи из Франции. Старуха из дворянок захотела в узкоговорящую сиделку. Ирина подходила по всем параметрам. Мы решили, пускай поедет, заработает деньжат. Правда, за первые полгода она заработала больше, чем мы вдвоем за несколько лет. Она вернулась. Я сразу понял, что что-то не так, понимаешь? Я ее почувствовала. Она слезы. Сказала, что у нее был роман с внуком старухи. И сказала, что больше ничего. Каялась, на коленях стояла. И ты не смог ее простить? И пора не сделал. Она опять к нему уехала. Она предала нас, Маш, тебя и меня. Я подумал, зачем нам такая мать? Пусть ты будешь лучше думать, что она погибла. Маш, не уходи, пожалуйста. Прошу тебя. Я не могу, пап. Ты мне брал в 26 лет. Мне нужно побыть одной. Потанцов с мамой. Прошу меня, извините. Ваше Величество. Из него такой же король, как из меня, артист цирка. Феликс интересуется только автомобилями и женщинами. С ним будет легче договориться, чем с его отцом. Ты не представляешь, как я хочу отсюда сбежать. Держись, друг мой. Это только начало. О, да. Дамы и господа. Мы хотим сообщить вам о счастливом событии в нашей семье. Помолвки. Нашего сына Феликса Альберта Анри с Мадемуазель Алиси Торренс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я смотрю, ты уже назначаешь свидание, Фел? Ты ведь никому не расскажешь. Нет. Но могу я узнать, кто он. Это Кристиан. Он сын нашего водителя. Угу. Вот как. Парень явно не промах. Ты же понимаешь, что бабушка с дедушкой будут не в восторге. Я знаю. Но Кристиан, он такой хороший. Ты извини меня. Я часто злюсь на тебя, на маму. Просто я не люблю, когда меня считают маленькой. Ну, это быстро пройдет. Вырастешь, выйдешь домой за принца. Я не хочу за принца. Почему я сама не могу выбрать себе жениха? Согласен. Жениться надо по любви. Тогда зачем ты женишься на Алисии? Хороший вопрос. Хороший вопрос. 17 лет назад Мы с матерью пытались отговорить тебя от этого брака Предупреждали, что развод будет невозможен Но ты настояла на своем Пресса захлебывалась от восторга Принцесса выходит замуж за своего тренера Да, я признаю, что тогда совершила ошибку Но разве справедливо, что я расплачиваюсь за нее всю свою жизнь? О чем? О чем? О чем этот разговор? Я не папа римский Я не вправе расторгнуть брак заключенной в лоне католической церкви Его можно было бы признать недействительным? На каком основании? Вы оба здоровы У вас даже есть ребенок Если бы ты захотел, ты бы нашел способ Да, я не хочу Потому что есть репутация королевской семьи Есть достоинство Достоинство? О каком достоинстве ты говоришь, папа? У нас мать алкоголичка, Феликс безответственный плейбой Да я вообще единственный нормальный человек в этой семье И именно я должна страдать и своим безупречным поведением уравновешивать ваши грехи, да? У каждого своя судьба Ну разумеется, вам всегда было на меня плевать И тебе, и маме, вам нужен был сын, первенец, а первой родилась я Вы с детства смотрели на меня, как на пустое место Это неправда Мы тебя всегда любили так же, как твоего брата Неправда! Его вы баловали, ему вы все разрешали А я у вас всегда ходила по струнке Никто не выбирает ни семьи, ни пола Ты должна смириться со своей судьбой Мать Черт В последнее время много думаю о наших отношениях с Алисией Мне кажется, что с кем ты переписываешься? Со своей новой возлюбленной? Когда меня с ней познакомишь, Тео? Нет, это... Это начальник охраны Ничего серьезного Послушай, Тео, мне скоро понадобится твоя помощь Ну, что на этот раз? Прикроешь меня снова? Феникс Обещаю, последний раз Ну, хорошо Магда Магда, что случилось? Я... Я говорила с отцом Он... он непреклонен Никакого развода не будет Не хочу встречаться с тобой тайно Невыносимо Нужно потихотеть Нужно потихотеть Сашка Привет С приездом, родные мои С приезда А где Маша? Все нормально, Толя? Да, жду Магда В этом деле нет окончательной ясности Необходимо проверить еще раз Ну, так идите проверяйте Здравствуйте Здравствуйте Здравствуй, Маша Папа сказал, ты теперь тут обитаешь А мы только с Сашенькой прилетели Как он? Да-да-да Полностью здоров Слава Богу Ты что-то хотела? Я хотела попросить у тебя прощения Машуня Я много раз спросила твоего отца Рассказать тебе обо всем Но ты знаешь его характер Они даже с Иваном поссорились из-за этого Вик Ты сама могла мне все рассказать Тем более я уже не маленькая девочка Ты выросла, считая свою мать умершей А стоило ворошить прошлое? Стоило Но ты же сама Ты сама меня учила Что лучше правда, чем ложь Что получается, Вик? Это да Ух ты Представляешь, я чуть не забывала У меня подарок для тебя От принца Феликса Агата Кристи Это прижизненное издание С личной подписью автора Ты представляешь, Феликса на свете еще не было Когда она гостила у его родителей в Сан-Клюмьере Как он? Ну хорошо Конечно, все королевство обсуждают его помолвку Газеты, журналы, конечно, пестрят фотографиями Феликса и Алисии Все-таки помолвают А что-что? Нет, ничего Машиня, посмотри на меня Посмотри на меня Влюбилась? Вик, ну что за глупости? Тема, моля, был бы в кого Ты что, правда уезжаешь? В монастырь еду сегодня Просто еще одна традиция Не знала, что ты так религиозен Ну, у тебя еще есть время передумать и не выходить за меня Даже не мечтай Ты будешь звонить мне каждый день? Там запрещено пользоваться телефонами Я еще успею тебе надоест После свадьбы, моя дорогая Алисия Целую, пока Ну, а куда ты так торопишься? Бедная девочка Так ждала тебя А ты не успел Приехать, как тут же уезжаешь Весьма разумное решение А что ты будешь делать в аббатстве? Пить вино с монашками? Фло? Нет, Фло Планирую провести несколько дней в молитве И исповедаться Одобряюсь, сын Можешь ехать Благодарю, отец Ты был прав Моя мама не умерла Она живет во Франции Или где-то еще, я не знаю Ну вот, видишь А ты мне не верил Сильно расстроена Как ты думаешь? Отец мне всю жизнь врал И Вика И Иван Господи Вообще не верю, что это все происходит Казалось бы Твой отец Кристально честный человек и собрать Володь, не злорадство А если бы не он, мы бы с тобой до сих пор были вместе А при чем здесь мой отец? Это он убедил тебя развестись со мной Ты серьезно так считаешь? Володь Если бы меня отец умолял с тобой остаться Я бы все равно ушла Маша Ты хоть когда-нибудь меня простишь? Не знаю Слушай, Маша Что? Может быть, ты к себе пригласишь? Солбьев, ты что, задурел? Послушай, а этот Феликс, он к тебе не представит? Тебе какая разница? Ну, просто хочу, чтобы ты знала Тебе есть, кому защитить А Я, кажется, поняла Просто ты подумал, что между нами что-то было И тебя снова ко мне потянуло, да? Маша, не говори глупости Вова, ты со своими вот этими загонами и странностями Знаешь, Маша, я с твоим характером А что с моим характером? А я вообще не знаю, какой мужик тебя вытерпит Я ее серьезно помириться хотел А ты опять начинаешь Годы идут, Маша, ты не молодеешь Кого ждешь? Чего, принца из сказки, да? Феликс? Мария, привет Привет Вот я прилетел к тебе Я понимаю, что уже немного поздно, но Возможно, ты согласишься со мной сегодня вечером поужинать? Ты знаешь, не согласиться Это моя женщина Ты хуй Вова, хватит, а Это что, твой мужчина? Это мой бывший муж Так, ну, раз бывший, тогда, может быть, Мария сама решит, с кем я сегодня будет вечером? Уже решила? Да не пошел мне дальше Вова, ты че? Вова, Феликс! Зачем ты бьешь его? Что такого? Он первый нашим Да он тебе как детям Вова! Вова! Ты... Настоящая уличная драка Я дрался сам, представляешь И вырубил своего противника Ну, вообще-то его вырубила, я? Это все детали Главное, что со мной Такого никогда бы не произошло в Сен-Люмьере А это сомнительное преимущество До этого я дрался только с Тео В тренировках? Да, и он всегда мне подавался Не то, что такую красоту Царапин надо мне в нюх отставить Ну-ка Не больно? Не Ничего страшного Промоем Заклеим Говорят, мужчины хоть раз в жизни Должны получить по лицу А я сегодня дрался за девушку За самую красивую девушку в мире Феликс Зря это так, Мария Не каждый мужчина способен на такое На какое? Получить морду от бывшего мужа? Нет На такое Это что за маскарадок? Это еще не все, подожди Вот, смотри Ну что, похож? Капанеус Галифианакис? Угу И с этим вот ты пересел границу? Да Чтобы увидеть тебя Тогда тебе точно нужна будет моя помощь Потому что если тебя загребут с этой липой Тебе очень нужен будет адвокат А я не против У вас ус отклеился Он попал, попался Ой, ну иду я, иду Че так ловиться, а? Ты Маша в опасности Ну, так вот Гори Феликс Я знаю твои свадьбы Ведь то, что ты сюда приехал Ее же не отменяет Вот видишь Если бы не твоя драка Нам вообще не стоило бы видеться Давай так Я тебя здесь закрою А завтра утречком Вы господин Анасис Галифианакис Галифианакис Без всяких лупостей Поедете домой Мария, может быть мы все-таки Нет, Феликс Так будет лучше Прощай Эй, подруга Даже не думай Вы о чем? Я говорю спиртное А после двадцати трех Не-не Я и не думала Хотя У тебя случилось что-то? Да Случилось Принц приехал Опаньки В моей жизни Это впервые То кто-то с зоны Внезапно откинулся То капитан дальнего плавания Внезапно приплыл Не, ну что Принц вот так Прискакал Это впервые И что? Принц бухнуть хочет? Я не знаю Что он хочет Он мне об этом Сказать забыл У него свадьба Коронация Что-то сплющила Тебя девка Не по-детски Значит так Подруга Давай выпьем За нас За принцессу Принц Феликс Должен был Сегодня приехать К вам Я его невеста Алисия Торренс Можете позвать его К телефону Что? Его у вас нет? А возможно Он еще не доехал Я перезвоню завтра На свадьбу не зовет? Нет Не зовет Он бы и не сказал Если бы я сама Новости не прочитала А я вообще Все о нем знаю Сама не знаю Почему Он что? Мужик классный? Да Классный Есть тост За редких Классных Мужиков Давай Хорошо Ну Все равно Все равно Мы не можем быть вместе Почему? Потому что Он принц Ну? Что ну? Подожди Но прискакал-то Он К тебе Передумала Мари Ты? Вот Да это вообще не он А так Так Зачем вы приехали К моей дочери? А ясно зачем Секстуру парня Тебе не спрашивают Ну? Ну? Мне не нравится Твое настроение Мне с таким настроением Ты королевой не станешь Тебе Бог дал Кем родиться? Кем Женщина Вот чего не может женщина Все может Все в наших руках Все на наших плечах А тут Какого-то принца Ты не можешь Вот так вот взять Да? Могу Вот Могу И поэтому Есть тост Не блесущий новизной Но за нас Став Сам принцесс Да Если бы не ты Мы сейчас с Машей Да нет никаких мы Ты вообще разбила сердце Она тебя бросила Да кстати да Че ты вообще сюда лезешь Мога Еще меня втянул Так я сейчас не понял Вы Вы со мной или с ним? Я со своей дочерью Я вижу вы Друг друга с той Эти козлы огородные Ну если уже на то пошло То решать судьбу Маши Имею право Только я Это с какого-то перепугу Сначала нужно было Поменьше по девкой бегать Все здесь решали я У меня конечно Простите оба Но боюсь что решать Может только Мари Вот я сейчас Все и решу Пошли Вон отсюда Втроемся Чего стоим Выходим Правильно дочка Папуль Тоже Иди ладно Я просто очень хочу Побыть одной Хорошо Ты звони если что Я звать Огаровой Я знаю Папулечка Ну что Галифианакис В гостиницу Моя дочь у себя Да Да мистер Торренс Еще не выходила Откройте мне ее номер Папулечка Биг Папа? А ты чего? Поддержать тебе хотел. Да вижу, ты сама неплохо справляешься. Французы все такие нервные. Ты что? Сразу убегают. А тебе совершенно не интересно, где твоего принца носит. Да ты еще и жмот. Чем проще красота, мой друг, тем она сильнее. Ну и что ты пришел? Маша чутко сказала, вон. Ну, во-первых, она нам двоим сказала, вон. А во-вторых, у меня есть очень важительная причина. Ну? Я забыл там свои усы. И? Мария, добрый день, я пришел извиниться и... И забрать твою усы. Так, Соловьев, твой поезд давно ушел. И, пожалуйста, не надо пытаться его догнать. Ты... Заходи. Позвольте. Козлина. Спасибо. У тебя все хорошо? Ты... Давай усы ищи, а не вопрос задавай. Усы. Ты вообще уверен, что ты их здесь оставил? Уверен. Точно здесь оставил. Только не помню, где. Понятно. Алло. Да, Сереж. Заболел? Да ладно. А высокая температура? Да перестань, ты чего извиняешься? Заболеть может каждый. Я что-нибудь придумаю, не переживай. Давай, главное, поправляйся. Угу. Давай, пока. Пока. Что-то случилось? Да. Звонил знакомый актер, должен был подыграть мне в одном деле. И вот заболел. Что за дело? Новое расследование? Да. Позвонил мне один хороший знакомый. Он владелец загородного клуба на побережье. И очень попросил помочь. Говорит, что у него какие-то большие проблемы. Вот мы собирались приехать под видом семейной пары. И заодно я должна была провести расследование. Просто я боюсь, что если я приеду одна, это будет очень подозрительно. Ведь ему придется отказаться. Нет, нет, не надо отказывать. Чем я тебе не пара. Давай я подыграю тебя в этом деле. Ты рождественная глянешь быть самой лучшей парой на свете. Подожди, тебя могут узнать и... Во-первых, маскировка. Маскировка всегда делается по делу. А во-вторых, обижай, никаких глупостей. Честная королевская. Скорей бы уже эта свадьба. Не могу жить в таком напряжении. Я хотел бы, чтобы он женился не из необходимости, а по любви. Ну, ты женился по любви. И? Прошу тебя, отправь кого-нибудь в монастырь. Я очень тебя прошу. Пусть узнают, почему он так долго задерживается. Да, вот уж не думал, что перееду из-за снежной столицы в пригород. А что, очень даже симпатично. Какой у нас план действий? Ну, для начала не засветиться перед фотографами. Нам это ни к чему. Ты думаешь, меня в этом прикиде можно узнать? Бережонова, Болбережон. Слава Богу, вы приехали в машину. Кирилл. Здравствуйте, Кирилл. Капанеус. Это мой ассистент. Очень приятно. Я вас познакомлю с начальником моей охраны. Нет, мы для всех обычные гости. Ну что ж, тогда я жду от вас хороших новостей. Скажите, а что за фотографы работают на мероприятии? Я просто заказал несколько промо-статей в глянцах. Это проблема? Ну... Нет, если хотите, я скажу, чтобы вас не фотографировали. Нет, давайте так. Так, мы ничем не выделяемся из общей массы, хорошо? Ты просто без очков, усов и кепок не выходи. Мари, переоделась? Ага, заходи. Детектив Капанеус, к вашим услугам. Что, расследуем? Ну, во-первых, не мы, а я. А во-вторых, тебе нужно притворяться лишь любящим мужем, чтобы меня приняли за свою. Мария, я должен знать, что здесь происходит, иначе могу немножко перегнуть с импровизацией. Хорошо. В общем, мы находимся в семейном теннисном клубе. Это я уже понял. Пожалуйста, не перебивай меня. Клуб элитарный, поэтому с улицы попасть сюда никто не может. Однако у одного из клиентов пропали драгоценности. Дорогие? Очень. Насколько? Скажем так, если мы в ближайшее время не вычислим вора, то Кириллу придется расплатиться с ним вот этим самым загородным клубом. Оу. У вас что, так бывает? Тут дело не в сумме похищенного, а в человеке, у которого украли. Он такой противный тип, просто кошмар. Понятно. Какие наши дальнейшие действия? Теннис. А теннисная форма есть? Нет, а у тебя? У меня тоже нет. Но в таких клубах всегда должны быть специальные магазины одежды. Предлагаю пойти и вырыть там. Ну, пойдем. Конопатис. Феликс, ну как? Ну, у нас бы такое, конечно, никто не надел. Но здесь, я так понимаю, это единственный вариант. Поэтому, да, берем. Мы берем. Скажите, вы карточки примете? Естественно. Пожалуйста. Он какой-то не особо радостный. Ну, а что ему радоваться? Расплачиваешься карточкой, все деньги идут хозяину. У нас же чего-нибудь нельзя с них снять. У вас так? Странно. Это вам. Сделайте все в лучшем виде. Не беспокойтесь. Все будет в полном ажуре. В этой стране вежливость только за большие деньги. Зря пришел. Я к тебе не вернусь. Маша. Тоже мне подать. Можешь лучше? Ну, я, конечно, не профессионал, но играю явно лучше его. Ребята, наше время. Ну, вот сейчас и покажешь. Молодец. Давай теперь ты. А теперь через сетку. Смотри. Проводишь. Берешь здесь. Потом в момент удара отводишь ракетку за себя, сгибаешь локоть и за левое плечо. Феликс. Мы же договаривались. Просто показывай, как правильно бить. Смотри, какие необычные. Какой экспрессивный парень. Смотри. Ух ты. Ну, мне кажется, где-то я его уже видела. Ваше любительство. Плохие новости. Принца в монастыре нет. Вызывайте ТЭО и любой ценой выясните у него, где находится принц. Любой ценой. И немедленно доложите мне. Слушаюсь. Я попробую проверить его банковские карты. Действуйте. Заигрался, Феликс. Заигрался. Спасибо. Мне начинает нравиться эта игра в детектива. Но эти твои рыжие усы... О, смотри, благодарительный аукцион. Можем поучаствовать. А вы хоть стартовую сумму видели? Кому только не лень. Курчат из себя миллионеров. Простите. Прощаю. Пойдем, милый. Обязательно поучаствуем. Какое время отнимаю? Баранов. Дайте мне седьмой номер. Я всегда под седьмым номером. Это тот самый пострадавший баран. Он всегда всем недоволен и считает, что ему все должны. Не самый приятный тип. Угу. Маш, нужно поговорить. Все плохо. Что такое? Новая кража? Вор совсем обнаглел. В этот раз золотые часы пропали. У меня. Прекрасно. Что прекрасного? Мне все говорят, полицию вызывай. Вы, конечно, можете вызвать полицию, но кроме грандиозного обыска и окончательной потери репутации вас ничего не ждет. С этим я согласен, но почему ты считаешь, что кража – это прекрасно? Потому что вор здесь. Он не залег на дно. Он действует и у нас есть больше вероятности его найти. Ладно. Я подожду. Надеюсь, вам повезет. Кирилл Николаевич, пора открывать семейный турнир. Да, конечно. Спасибо, Юля. Иду. Вы участвуйте? Безусловно. Только нам надо переодеться. Да, конечно. Мы выиграли? Мы выиграли? Мы выиграли? А-а-а! Что это было? Чемпионская традиция. Ты посмотри, какая идеальная пара. Ну, просто пара года. Я просмотрела личные данные всего персонала и наблюдала за ними весь день. Да? И кто наш главный подозреваемый? Ну, больше всего мне не понравился начальник охраны. Оу! Что с тобой? Я не знаю, что это с плечом. Болит? Да. И рука, и спина. Как будто бы все болит. Такое бывает после тенниса. Особенность непривычки. Мари, ну, тут без массажа не обойтись. Угу. Серьезно, давай помассирую, я хорошо делаю. Так, Феликс, если ты... Спокойно. Я принц и неозабоченный школьник. Доверься мне. Ладно, давай. Ау! Сейчас, тихо, тихо, тихо. Так, хорошо? Да, отлично. Не бери. Ага, сейчас. Это что за номер? Это, это номер. Почему они звонят тебе? Как они вообще могли узнать? Так, не бери. Ты же могла не слышать, да? Или, знаешь что, возьми и скажи, что ты не знаешь, где я, что я вообще не слышала, ничего по этому поводу, и я могу... Феликс, мечши, как принц называется. Я должен ответить. Это Феликс. Здравствуй, мама. Мам, не начинай. Пойду поговорю. Прости. Мам, послушай меня. Мама, свадьба состоится. А я тебе говорю, я женюсь. Не переживай, я помню о своих обязанностях. Да, скоро буду. Ну что, продолжим массаж? Мари? Мари, ты что, обиделась? Хочешь, завтра поедем на лошадях, покатаемся? Я видел, здесь конюшня есть. Мария, ты спишь? ПОДПИСМЕНТЫ 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 Ещё позвонок в гостей, кей-то, удел красного леза. Спасибо. Привет. Привет. Ну, в чём спешка? Садись. Смотри. И что? Ну, помнишь, я говорила, что этот парень мне кого-то напоминает? Ну? Ну. Это принц. Какой ещё принц? Саш, настоящий. Ну, который недавно приезжал, картину свою забирал. Точно. Саш, это сенсация. Ну что? Как ощущения? Очень странные. Ты первый раз верхом? Ну, да. Мне больше привычно пешочком, а он меня не сбросит. Не волнуйся, я выбрал для тебя самую спокойную. Ну, хорошо. Мой хороший. Ну, поехали? Поехали. Куда? Прямо. Ногами добавляй. Ага. Вообще, до истории с Кириллом всё было очень понятно. Мне вот странно, почему вор украл часы именно у хозяина клуба. Может, потому что они золотые? Возможно. Но мне кажется, здесь что-то другое. Тут либо глупость, либо... Провокация? Точно. Провокация. А ты неплохо соображаешь для школьника. Если Кирилла хотели спровоцировать, то на что? Чтобы он вызвал полицию? Чтобы оба из клиентов испортила репутацию клуба? Да. Вообще, этот Баранов еще срана себя вел. Его жены украли драгоценности на полмиллиона, а он пуст не дует. Может быть, мы этого Баранова прессанем? Ну, или залезем к нему в номер и посмотрим. Что? Ты видела, какие там хлипкие замки на дверях? Мы с Тео еще в детстве научились такие открывать кредитными картами. Залезем, посмотрим. А откуда это у принца такие босяцкие замашки, а? По ночам не спалось, смотрел ваши сериалы. Сериалы, значит. Послушай, если мы будем действовать так, как действуют в наших сериалах, то нас точно посадят в тюрьму. Стой! Стой! Держись крепко! Делин, помоги! Стой! Держись за гриву! Мари! Мари! Держись! Держу! Мари! Давай! Вот так! Сейчас, сейчас, сейчас поставлю. Давай. Осторожно. Ты как? Нормально. Сейчас посмотрю твою ногу, если будет где-то больно, скажи. Хорошо. Так больно? Чуть-чуть. А вот так? Терпимо. Ну, думаю, у тебя просто растяжение, ничего страшного. Жить будешь. Ты умеешь оказывать первую помощь? Ну, я умею даже вести переговоры с террористами на случай похищения. Понятно. Поможешь? Ты что, хочешь еще, да? Да, я хочу попробовать еще раз сесть в седло. Она же тебя чуть не скинула. Ну, определяющее слово здесь чуть. Просто, если я этого не сделаю, я этого не сделаю больше никогда. Хорошо. Спасибо. Ты смотрю, ты уже почти не хромаешь? Да, кстати, нога гораздо лучше. Я думаю, что тебе нужно отдохнуть, Мария. Садись. Я еще раз посмотрю твою ногу. Точно не болит? Все хорошо, спасибо. Подай лучше компьютер с телефоном. Там Кирилл должен был скинуть контакты клиентов. Держи. Спасибо. Ты отдыхай, а я скоро приду. А ты куда? Хочу найти доктора, чтобы он все-таки тебя посмотрел. Феликс, ну не надо. так, с чего бы начали? Возвращайте. Вырвите деньги в номер зону. Подожди меня там. Да? Закажи буллинг. Хорошо. Помного. Оторвайте разговор sidoiese потребод skipped. Возвращайтесь с Kendall Н组. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подождите по данному? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Ну, говорю же ты, сейчас иду. Что? Наша очередь в боминг через час. Ну, хорошо, подожди меня в баре. Да, сейчас иду. Сейчас иду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сейчас я телевизор посмотрю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я под кроватью Баранова спас Феликс, вот идиот, а я тоже дура Алло, Кирилл? Кирилл, да, здравствуйте, пожалуйста, спасайте Надо любой ценой вывезти Баранова из его номера Показывает, какой там... Алло Предлагают поужинать за счет заведения? Кирилл, ты хоть понимаешь, что мне предлагают поужинать практически за счет моего заведения? Ну хорошо, скажи, что постарались Ну если хотят сохранить работу Клоуны Баранов ушел? Феликс, ты идиот! Пойдем, кое-что покажу Если б себя полиция загребла Какая полиция? Полиция уже здесь Вот такая, блин Вот это да Соловьев, что за цирковой выход? Маш, вы только не начнете, хорошо? Я звонил вам Маше сообщить, у нас произошла новая кража Я взял еще одну пару под прикрытием Владимира и Милу Время идет, я нервничаю У вас особых результатов нет А я могу потерять все, понимаете? Кирилл, вообще-то мы работаем Зачем вам понадобилось выманивать Баранова из номера? Так вот оно что А я-то думаю, что это шеф-повар на меня волком смотрит? Я вас всех тут... Так, давайте мы сейчас успокоимся Это раз Кирилл, результат есть Сейчас я вам покажу Это два У меня дипломатическая неприкосновенность Меня трогать нельзя Это три Все за мной Эй, фраер, это мой номер Куда пошел? Слышь, фраер, это мой номер Куда ты лезешь? Спокойно, спокойно Прошу Красота? Мои часы Надо же Мои брюлики Замолчи, дура Коля Ты меня кинуть хотел? Мне ничего не будет Этот фраер незаконно проник в мой номер Не волнуйся, я все устрою Ну ты же сам сколько раз хотел продать мне свой клуб-то, а? Сволочь Вызывайте опергруппу Ну и как ты догадался, что это Баранов? На конной прогулке, перед тем, как твоя лошадь понесла, ты сказала, что кража часов не вписывается в общую логику преступления Так И я подумал, что преступник просто хочет заставить Кирилла побыстрее вызвать полицию А кому это может быть выгодно? Только нашему Баранову Кража не раскрыта, репутация испорчена Кириллу ничего не остается, кроме как расплатиться с Барановым своим собственным клубом Прекрасная схема, чтобы его отжать Отжать И откуда мы знаем такие словечки? На меня быстро учусь Спасибо тебе большое, что раскрыл преступление и спас мою репутацию Ради тебя я готов делать все, что угодно Сволочь Урод, ненавижу Дочка, ну ты же и сама Папа, мне можно Потом, фотографий моих любовников нет на первых страницах журналов Ну ты же взрослая девочка, ну не станешь же ты из-за... Стану Эта фотография появилась уже после объявления о нашей свадьбе, ты понимаешь? И что? Да и не стану королевой, которой любой дурак при первом удобном случае будет тыкать это фото Ну, я идиот Не может обойтись без фотографов Мария, Мария, ты что? Мария, ты... ты хотела сбежать вот так тайком? Феликс, прости, но так будет лучше У тебя своя жизнь, свадьба и мне в ней нет места Мария, послушай, я... Нет, Феликс, это ты послушай Мне было очень хорошо Но это должно закончиться Не иди за мной Убирайтесь к черту! Как вы меня нашли? Вести о вашей победе на этом турнире разнеслись по всему миру Этого еще не хватало Я быстро Отнеситесь, пожалуйста, в такси Спасибо Да, хорошо Мария, у меня час до самолета, пожалуйста, поговори со мной Клянусь, больше ты меня не увидишь Обещаю не приставать Пойдем Фотки видел? Да, ты на них настоящая теннисистка Послушай, все должно было быть совсем по-другому Картина, которую ты нашла... Ты про портрет Ольги? Да Картина должна была быть ключом к легендарным сокровищам Да, я знаю, я читала эту легенду Правда? Я всегда довожу дело до конца Что вы нашли? Шутку моей Пра-пра-пра Шутка-то смешная? Обхохочешься Смотри Загадка привела нас к медной тарелке с какой-то поговоркой про еду Где щи, там нас и ищи Интересно Видишь ли, мы очень рассчитывали на эти сокровища Они в прямом смысле могли спасти наше королевство А почему вы приостановили поиски? Там больше ничего нет, поверь мне Королевская гвардия перерыла все на километры вокруг и... А где эта тарелка? У нас? А что? Просто мне кажется, что это ключ Тарелка, ключ? Да, мне кажется, ключ Где щи, там нас и ищи Есть очень похожая пословица То есть принцесса хотела, чтобы вы продолжили поиски Расшифровали ключ и шли дальше Ты, кстати, сейчас на самолет опоздаешь Мария Я никуда не полечу без тебя Феликс Ты не представляешь, насколько нам важно найти эти сокровища А я понимаю, что найти их можешь только ты Тем более ты сама сказала Ты всегда доводишь дело до конца Так доведи его до конца Нашла картину, помоги нам найти сокровища А в качестве кого я поеду? Особенно после фотографий на корте В качестве любовницы? В качестве гостя? Ну или в качестве детектива, который спасет наше королевство Или в качестве моей девушки Девушки Феликс, у тебя свадьба Не будет никакой свадьбы От тебя отречется семья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok